Благослови наши занятия У нас сегодня День Святой Троицы Садитесь, пожалуйста Вот сегодня тетя Настя, Анастасия Валерьевна Учителем у вас будет Анастасия Валерьевна Она хотела с вами поделиться Как она обратилась к Богу Как она уверовала Вот послушайте внимательно Живое свидетельство человека Как он сам обратился Кстати, в пятнадцатом И еще, по-моему, в шестнадцатом томе Свидетельства, в том числе, ваших родителей Всех ваших родителей написаны Кто, как пришел к Богу Очень интересно читать Как вот художественная книга Если они же пояс, в пятнадцатый, шестнадцатый том Там есть и твое есть, да, вращение? Не помнишь? Ну вот и мое Можно на форуме это почитать? Очень интересно Вот я почему вам хотела рассказать Дело в том, что ведь мы пришли У нас родители неверующие Мы о Боге-то и не слышали Мы не знали про Бога Вот единственный раз, когда я про Бога услышала в школе Это в третьем классе у мальчика нашли на физкультуре крестик Ну что тут скажешь, крестик висит нашли Нет Там целый скандал был Мальчика поставили перед доской в классе И прибежали и воспитатели со старших классов Как они у нас назывались? Офекуны не помню Пионервожатые Пионервожатые И там было, ой Что там было? Сколько злых, в эрких слов было сказано ребенку И что это опыль для народа Что это все обман Что никакого Бога нет И что ты на него с такими замахами шут Ты такой глупый, да ты что ж, ты как ты пионер, да ты не понимаешь А мы сидели, дети, не могли понять За что? За что ребенка вот так вот судят? Нам было это непонятно Это вот было единственное свидетельство Когда нам кто-то что-то говорил про Бога Родители неверующие Бабушки, дедушки Тоже В общем такое дело, что Не знаю, повезло вам или не повезло Что вы родились в верующих семьях Вы это с детства видите Ну вот просто, чтобы вы Почувствовали ту разницу Как нам это все было Прийти к Богу Услышать о Боге Я и решил вот это дело рассказать Я хочу сказать, что Даже несмотря на то, что родился ты в верующей семье Или в неверующей семье У каждого человека Есть что-то Та часть души, через которую его Господь призывает Совесть, да, это Само собой Как правильно гагностика Значит, говорит, что это та часть души Которая соприкасается с Богом И которая каждый раз говорит, что Прав ты или не прав А еще что-то есть у каждого человека от Бога Господь как-то выбирает Что-то любим Помечает своих избранных Вот у меня с детства С самого раннего детства Это была Жажда правды Если кто-то в детском саду Кого-то несправедливо По моему мнению Обидел Я вихрем налетала Как Могла побить Как так? Ребенок сидит, игрушку играет А ты меня забрал Несправедливо Ребенок читал книжку А ты его обманул Забрал мне книжку Ой, это много было И воспитателям тоже от меня доставалось Могла подойти и сказать Вы не правы И в школе так же было Была у нас девочка такая Она из многодетной семьи Родители у нее алкоголики И учительница Вот не знаю, за что она на нее заявилась А ребенок такой зашуганный Она все время как-то немытая ходила Ободранная, облезла Ну, естественно, она не успевала готовиться в школу Потому что там толпа ребятишек Она приходит, она их накормит, напоет А сама к школу не приготовится И ученица подошла к ней И ее так прям по голове Тупица! 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 Мне-то ладно, мне доставалось тоже По-всякому Вот тут ребенок, перемена А эта девочка сидит и плачет Как это во мне все сыграло? Влетаю в учительскую А там пиццовед как раз шел Да мне все равно, кто там шел Кто там находился? Я влетаю в учительскую Подбегаю к этой ученице и говорю Вы не правы! Вы не хорошая ученица! Вы не любите детей! Вам нельзя детей учить! Я хочу учиться у другой ученицы! Вон у нее! Ну, а эта учительница у нас как? Заслуженный педагог области А эта практикантка, которая недавно пришла Ну, естественно Учительница сказала Или я, или она Меня вежливо-вежливо Попросили из школы И вот эта вот Жажда правды Она даже проявлялась в таком случае Вот, например Летом на каникулах Забрались с братом в соседний сад Там сосед дом строил И на улице у них было что-то вроде как Сидели, чай пили Не знаю, как назвать Столик И они там оставили Пилушку с конфетами Конфеты Сахар, рафина Но мы же на газетной семье Мы эту конфету-то видели Только по праздникам Но мы ее украли Украли И убежали в ближайшую лесопосадку Чтобы разделить добычу, так скажем Ну и вот сидим Брат делит А мне вдруг до такой степени стало Противно До такой степени стало Тошно за себя Неность Какая-то обида на саму себя Я прям эти конфеты на землю бросила Брат говорит Не-не-не-не Сахар не бросай Не отдай Ну я ему отдала Я не смогла это есть Я потом с неделю, наверное Или с две Вообще конфеты не прикасалась Не могла То есть вот Господь через Вот это показывал, что ты не прав В институте Ой, как хочется этих оценок Отличных-то оценок Ой, ой, как хочется Тем более, что родители далеко стипендия нужна Нужна эта стипендия повышенная А преподаватель приходит и говорит Вот кто контрольную напишет Тому пятерка автоматом Пять получаешь Пять автоматом Все Прекрасно знает предмет Хорошо знает предмет Но заволновала Запсихала Вдруг там Перепутывая все-таки предмет-то Серьезная вирусология Там размеры вируса Там характеристика вируса Вдруг что-то Ну и списала Списала Пришла домой Девчонок не поверите Я есть не могу Я пить не могу Я ночью спать не могу Я хожу по рекреации в общежитии Выйду водички и попью Я спать не могу Меня вот так вот трясет колось Утро первым делом Что я сделала К преподавателю Чуть ли не в коленке Петр Иванович Простите Я у вас списала Преподаватель Меня с таким интересом Посмотрел Он по-моему в шоке был Он не ожидал такого Что человек придет И сам сознается В том Что он его обманул А я слезы ручьем Простите меня Я вас обманула Я вас обманула Простите Можно я перепишу контрольную Нет Контрольную Не перепишешь Иди на экзамен А на экзамене Так Господь сделал Что я ответила Лучше всех И пятерку свою получила Зато совесть была чиста С чистой совестью Все это дело получила И получилось так Что в общежитии Меня вот это Ложью обложили Со всех сторон Обвинили в том Чего я не делала Там Со всех сторон Прямо тот как комок Накатился Я до такой степени До всех Обиженная Воззленная была Что я даже Ни с кем не разговаривала Так через зубы цикла И тут Мои соседки Алена Аня Катя Вот не помню Оксана ходила Или не ходила Но вот эти трое Точно ходили Они решили Пойти на занятия К Игнатию Тихоновичу Вот Пошли они туда На занятия Потому что Саша Дмуха Двоюродный брат Алены И мы Пошли на занятия Ну а я пошла Чисто за компанию Потому что Как же Я же занималась Силовыми Видами спорта И как охрана Ну как же Надо защитить Помочь Скажи что это было далеко Ехать С пригорода Надо приехать И возвращаться По темноте Домой Да И еще два километра Надо было идти Через темно-темной лес Через строительную площадку Через закоулки Очень страшно Поэтому я с ними ездила Они смотрю Сидят Пишут Ну мне это не интересно Думаю Очередная брехня Сейчас обманут людей Придумаю что-нибудь 90-е годы 90-е годы 98-й год И тут вдруг На одном из занятий Игнатий Тихонов Начал разбирать блаженство Ну уже помните Блаженны нищие духом И в их есть Царство небесное И меня Буквально прям В сердце поразило Такие слова Блаженны алчащие Жаждущие правды Ибо они насытятся Это вот как будто Человек бежит Бежит и резко Раз останавливается Вот так вот я Раз Да неужели не врут Да неужели они Правда и верующие Да неужели Вот это все Правда И я стала Все это дело Слушать Смотреть Внимательно Вникать Писала сама У меня даже Тетрадка Где-то лежит до сих пор 48-листовая Полная Исписанная Мелким-мелким Почерком Занятий Игнатия Тихоновича Вот ходили Мы так Ходили И батюшка Нам разрешил Поехать На Пасху В деревне Потеряем И приехали мы туда Как обычно Все втроем Все в четвером Все в четвером Приехали Матушка Огонечка наша Встретила нас Обходила Там С такой Искренностью Такой Любовью У меня Прямо Душа Оттаивает Начала Что я вижу Люди Искренне Любящие Верующие Не врут Самое главное Не врут Мало того Что И даже Обману Одни Будут И Унижать Не буду Потому что Они Верующие Ну а Так получилось Что я Заболела У меня Началась Рвота Понос Температура 39 Батюшка У меня Посмотрел Куда Тебе Молиткин Лежи На печке И положил У меня В себя На печке Так называемой Гостиницы А там Жиза Кошка Видно Храм Лежу Все ушли В храм Молятся Я лежу Там Поскуливаю Ну больно Себя Любимого Жалко А погода Такая Дождь Со снегом Аж пошел В окошко Стучит Вдруг Смотрю Окошко Озарились Люди Вышли Со свечами С хоругами Поют И говорю Лежу Думаю Вот дураки Вот дураки Холодно Голодные Мокро Ехали За столько Километров Сюда Зачем Вот дураки Еще и поют И тут у меня Как слезы Побежали Я говорю Господи Да дай мне Такую веру Как у этих дураков Чтобы холодно было А ты молился Чтобы больно было А ты радовался Чтобы тебе Ты тоскливо Ты песни пел И вот Потихоньку Потихоньку Дух Святой Начал работать Я вот так вот Обратилась К Богу А вот сейчас Благодарю Господа Он мне сейчас Такую силу Дал Такую радость Как на пасху Приходишь на пасху Такая вот радость С пасхами Вот я сейчас Болею Да Недомогая Очень сильно А у меня Душа радость Я вот Девчонки Просите У Бога веры Вот как я Просила Просите веры И Господь даст Такую веру Что смерть Не страшна Боль не страшна Ничего Не страшно Ты все это Чувствуешь И ты радуешься Ты радуешься Потому что С тобой Бог Вот это Вот именно Я хотела Вам рассказать Помоги О Господе А еще Я все время Молилась Молитвей Веруй в Господь Помоги Моему не верю Потому что Чувствовала Что этого всего Мало Я до сих пор Молюсь Помоги Мне Господи Веру Помоги Моему не верю Веру просить Много Просите У Господа Всего много Он вам даст Вот так Отлично Все что Хотела Я сказала Понравилось Вам свидетельство Дети Настя Дети Валерьевны Да Вот она Рассказала Как она Обратилась Вот может быть Кто-то Первый раз Включил Этот канал Посмотрит Сказать Что Про твою болезнь Скажи У меня сейчас Рак Там четвертая степень Уже Канцероматоз В общем Умные слова Такие Развивается Развивается Рак Благополучный Слава Христу Что ты не унываешь Я не унываю Я радуюсь Потому что у меня Господь есть Мне с Ним ничего не страшно Ничего с Господь не страшно Ничего Для людей Для людей просто удивительно У нее конечно были переживания И слезы И как в миру говорят Депрессия И все Все это у нее было Это не значит Что она вот заболела И прям счастлива от этого Нет Все было Но сейчас уже Такой момент наступает Когда она уже Все это пережила Приняла И Как апостол Павел говорит Для меня жизнь Христоса Смерть приобретение Уже не цепляется За эту Временную жизнь Потому что она готова Она верующая Она приняла В свое время Правильное Троекратное погружение Крещение Она Венчанная Дети все Крещеные Все здесь И сейчас Она исповедовалась Причастилась Если Господь ее заберет Она полностью готова Она без страха идет Она У нее нет Вот этого ужаса Который наступает У людей Неверующих У мирских Они цепляются За жизнь Всячески Каждую секунду Чтобы хоть Дольше пожить Хоть в страшных Каких-то состояниях Но еще жить 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 Потому что для них Дальше идет обрыв Дальше бездна Неизвестность И они не знают Что там дальше И для них это конец А для верующих человек Он понимает Это не конец Это лишь переход Поэтому Это радость И у нее уже даже Иконами И сказал Господь Передаю тебе Присвятая Богородица Позаботься Я теперь тоже Этого не боюсь Потому что я верю Господь не оставит Господь не оставляет Никогда Что из детьми Все будет хорошо Потому что Столько людей Верующих А сколько уж За нее молятся Я не знаю От Камчатки И до Америки И там Бразилии И все Кто смотрит канал И все за нее молятся Поэтому Это Господь дает Вот это все Просто Мы все Нас с тобой Восхищаемся Как ты Все это переносишь Молодец Я-то ничего Потому что Неизвестно Верующие тоже Все по-разному Принимают Такие диагнозы И такое Вот 42 Года 42 года Представляете Ну вот Она молодец Она держится За все Бога благодарит Не робщит Слава Господу Слава Господу Сегодня у нас праздник Давайте пока еще Не запели Немножко вспомним Про него Что это за праздник Праздник Ну кто скажет Троица Троица Праздник Святой Троицы Как еще по-другому Его называют Тарас Как этот праздник По-другому Тарас Богу В кадр не попадает Говорит Ну как по-другому На какой день От Пасхи Троица происходит На какой Сороковой На сороковой День было Вознесение Десять дней назад А сегодня значит Какой день Пятидесятница Пятидесятница Пятидесятый день После Пасхи Его еще по-другому Назовала Пятидесятница По-моему В календаре Он так и называет Пятидесятница День Святой Троицы День когда На апостолов Сошел Дух Святой В виде Огненных языков Это сегодня будет читаться Вы это услышите Господь готовил Учеников Он воспитывал Три года Свидетельствовал Проповедовал Говорил Но они еще были Все равно Неполноценны Неготовы И когда он Возносился Он говорил Оставайтесь здесь Не расходитесь Будьте вместе И они были В горнице Они не разошлись Не разъехались По домам По дачам Они сидели Молились Были единодушны И вдруг Проявил гроб И сошли на них Огненные языки Дух Святой То есть Им не хватало У них были уже знания Но не хватало Им Святого Духа Для того Чтобы Зачем им нужен Был дальше Дух Святой Зачем Чтобы благовествовать Чтобы проповедовать И какой вместе С этим Дар на них сошел Что даже подумали Наверное Они пьяные Они начали говорить Правильно Они стали Не сняйтесь Говорите Они стали говорить На разных наречиях И языках То есть В один день Они узнали Эти языки Не учили Ни занятия Никакие По скайпу Не проходили Ни сносительных языков Они узнали Так Господь сделал Представляете Раз и все И они стали Уметь говорить Для того Чтобы идти На проповедь Для того Чтобы заквасить Весь мир Проповедью о Христе О Христе Теперь знают В любом уголке мира В любой стране Есть Библия Есть знания о Христе Какой веры Там народ Большинство Мы не знаем Но уже везде До самой Антарктиды Проповедано Там Даже в Антарктиде Храм стоит Христианский Представляете Построили там Для этих Ну кто там Работает Вахтовым методом Для них даже там Храм срубили Из Алтайского Кедра Нашего Вот То есть Везде проповедано Тысячелетия проходят А все знают О Христе Не пропала Эта весть Потому что Апостолом Был там Дух Святой И они пошли На проповедь Тут и ревность Тут и знания Тут и Знания языков Вот Какой сегодня праздник И сегодняшний день Считается День рождения Церкви То есть до этого Еще они не были Церковью Это были ученики Это были апостолы А здесь уже Это были первые Христианами позже Стали называться Другие в Антиохии Последователи Христа Но вот День рождения Церкви Христианской Это было в момент Сошествия Духа Святого Все Сошла благодать И вот эта благодать Эти апостолы Они были как бы Уже первые Епископы Они пошли И начали открывать Новые церкви В разных 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 странах Считается Что в нашу сторону Какой апостол пошел В сторону России Тогда еще Еще За тысячу лет До крещения Руси Какой апостол Андрей Андрей Я хотела Другой сказать Вчера батюшка Это как раз поповедь Читал Что до рождения церкви Синагога еще сильна была Как бы еще сила была В синагоге Вчера вот говорила А вот рождилась церковь И все И синагога И все эти еврейские И храм Уже никакой силы Не имела То есть как бы Для тех кто Да Для верующих в Господа Уже теперь появилась Другая церковь Ну а евреи Которые неуверенно Они так и ходят В синагоги Так и ходят К стене плач Потому что Они еще ждут своего мессии Они не приняли Христа Как мессию Они его распяли И они до сих пор Его не принимают Они его до сих пор Своего мессию ждут А мессия уже был Они его не приняли Все пойдемте Уже поют Сегодня будет Колено преклоненные Молитвы Мы чуть-чуть Маленькие дети Выйдем после службы А потом зайдем На колено преклоненного Молитвы Потому что служба длинная Долго